Игнатий Брюнченинов Отечник, страница 49, кассета первая Ава Агафон во всех отношениях строго наблюдал за собой И охранял себя, он говорил, без строжайшей бдительности над собой Человеку невозможно преуспеть ни в какой добродетели Брат сказал Аве Аммону, скажи мне что-нибудь в наставлении Старец сказал, стяжи такие помышления, какие имеют преступники Заключенные в темнице Они постоянно осведомляются, где судья, когда придет И в отчаянии плачет Так и монах непрестанно должен внимать себе и обличать свою душу Говоря, горе мне, как предстану я на суд пред Христа Что буду отвечать ему? Если будешь непрестанно занимать себя помышлениями, то спасешься Ава Аммон пришел в такое преуспеяние, что от многой благости уже не знал о существовании зла Такое настроение является в душе от постоянного внимания себе, от плача о своей греховности От действий умной благодатной молитвы Эта молитва исполняет сердце умиления Умиление есть ощущение обильной милости к себе и ко всему человечеству Ава Аммон никогда не осмеливался осуждать кого-либо Некоторый из отцов поведал В кельях был старец-подвижник, имевший одежду из рогожи Пришел он однажды к Аве Аммону Ава, увидев его в одежде из рогожи, сказал ему Это не принесет тебе никакой пользы И спросил его старец Три помысла приходят мне Первый предлагает скитаться по пустынным местам Второй, уйти в страну, в которой никто не знает меня И третий, затворить такие хижины, никого не видеть и употреблять пищу через день Ава Аммон отвечал Исполнение каждого из этих предположений будет неполезным, то есть душевредным для тебя Напротив того, безмолвствуй в хижине твоей, ежедневно употребляй пищу с умеренностью Имея в сердце твоем слово мытаря, Боже, милостив будем не грешнику И, возможно, спастись Способный привлечь милость и благодать Божию к подвижнику Ава Аммона спросили Какой путь? Путь тесный и прискорбный Он отвечал Путь тесный и прискорбный Есть обуздание своих помыслов И отсечение собственных пожеланий для исполнения воли Божией Это и значит Вот мы оставили все и пошли вслед тебя Ава Аммон сказал Я припроводил четырнадцать лет с киту Моля Бога денно-нося, чтобы он даровал мне победить гнев Однажды Ава Аммон пошел к Авиантонию Великому И потерял дорогу Он присел и заснул немного Проснувшись, помолился Богу так Господи Боже мой, молю тебя Не погуби создание твоего И явилась рука человеческой, как бы не спускавшаяся с неба Она неслась по воздуху и указывала путь Аммону До того времени, как он пришел к Авиантонию Тогда рука остановилась над входом вертеп Антония Аммон постучался в двери Отворил их Антоний Они занялись беседой о душевной пользе После беседы Ава Антоний предсказал Аммону, что он преуспеет в страхе Божьем Произнесшее это пророчество, Антоний вывел Аммона из кельи и показал на камень Сказал Нанеси оскорбление этому камню и ударь его Аммон сделал это Тогда Ава Антоний спросил его Дал ли тебе какой ответ? Оказал ли тебе какое противодействие этот камень? Аммон отвечал Нет Так и ты Сказал Ава Антоний Достигнешь в подобную меру бесстрастия Что и исполнилось Некоторые братья подверглись скорби на месте жительства своего И по причине этой скорби вознамерились оставить это место Для совещания они пошли к Авиамону Они шли по берегу реки Остарис в это время находился в лодке, плывшей по реке Поравнявшись с ними и увидев их Старец спросил лодочников Пристать к берегу Вышел из лодки подошедших братьев Сказал им Я Аммон, которому вы идете Он успокоил их И вследствие его наставления Они возвратились в место жительства своего Скорбь, постигшая их, не была душевредная Была лишь скорбь человеческая Пришел к Авиамону брат из Китая и сказал ему Посылает меня отец мой на послушание Исполняя это послушание, боюсь впадения в блуд Старец отвечал на это В то время как подвергнешься напасти Воззови к Богу Боже сил За молитву отца моего исхите меня из напасти Однажды брат, исполняя послушание Пришедший в некоторый мирской дом Застал в нем девицу одну Которая повлекла его к греху И даже заперла за ним двери дома Брат воскликнул к Богу громким голосом По завещанию Авиамона И немедленно очутился на пути ведущим Скит А в Амон Рукоположен был во епископа В этом сане он действовал Из благодатного настроения и духовного разума Приобретенных монашеским жительством Однажды привели к нему на суд беременную девицу И требовали от него церковного наказания для девицы Епископ оградил ее крестным знаменем И повелел дать ей шесть пар полотен Говоря ей Предстоит труд родов Как бы ни умерла она или ни умерло дитя ее На цену этих полотен по крайней мере могут быть совершены похороны Обвинители девицы сказали ему Что ты делаешь Дай ей петемью Он отвечал им Братья Разве вы не видите, что она близка к смерти Как же мне возложить на нее еще что-либо А вам он уклонился от действования По требованию плотской ревности обвинителей И вместе Подействовал нравственно на девицу Оказав ей неожиданное ей милосердие И представив ей живо близость к смерти Смягченное милосердием сердце При воспоминании о смерти Очень способно к покаянию Пришел однажды А вам он в некоторое место пребывания иноков Чтобы разделить с братьями трапезу Один из братьев того места Очень расстроился в поведении Его посещала женщина Это сделалось известным прочим братьям Они смутились и собравшись на совещание Положили изгнать брата из его хижины Узнав, что епископ Амон находится тут Они пришли к нему и просили его Чтобы и он пошел с ними для осмотра кельи брата Узнал об этом и брат И скрыл женщину под большим деревянным сосудом Обратив сосуд дном кверху А вам он понял это И ради Бога Покрыл согрешение брата Пришедший со множеством братьев кельи Он сел на деревянном сосуде И приказал обыскать келью Келья была обыскана Женщина не была найдена Что это? Сказал А вам он братьям Бог да простит вам согрешение ваше После этого он помолился И велел всем выйти За братья и пошел и сам Выхотя он взял милостиво за руку Обвиненного брата И сказал ему с любовью Брат, внимай себе Однажды по обычаю того времени Некоторые из христиан пришли судиться Пред епископом своим Болезную несогласие между христианами По причине незаслуживающей внимания христиан Епископ представился еродивым Перед пришедшим к нему собранием Он из бывших тут женщин Одна из женщин Сказала подруге своей Старец помешался в уме Святая Монусышев это подозвал ее к себе И сказал ей Столько лет подвязался я в пустыне Чтобы стяжать это помешательство И для тебя ли потерять мне его Некоторый брат впал в тяжкий грех Он пришел к Ае Аамону И сказал ему Я впал в такое-то согрешение И не имею сил для покаяния Оставляю монашество И иду в мир Старец уговорил брата Остаться в монашестве Обещаясь принять на себя Труд покаяния в грехе его перед Богом Взяв на себя грех брата Старец начал приносить покаяние В этом грехе Только один день он прибыл в покаяние Как и последовало откровение от Бога Что грех прощен брату Ради любви старцу Однажды Аамон пришел к Аве Пимену И спросил его Если я приду в теле брата моего Или он придет ко мне По какой-либо нужде Позволительно ли беседовать с ним Свободно о всех предметах Ава Пимен отвечал Не одобряю такого поведения Потому что юность нуждается в самосохранении В самоохранении А вам он сказал на это Как поступали старцы в таких случаях? Ава Пимен отвечал Старцы находясь в преуспеянии Не нуждаются в таком самоохранении А они, не имея ничего чуждого в сердце Не имеют его и в устах своих Опять А вам он спросил Если случится беседовать с братом Из чего лучше заимствовать беседу Из писания или из отеческих изречений? Старец отвечал Если не можешь молчать То говори лучше из отеческих изречений Нежели из писания Объяснение писания сопряжено С великой опасностью для души Многие иноки тех времен По причине неправильного объяснения Которое они давали разным местам Священного Писания Впали в ереси Объяснение писания даруется Божественной благодатью Монах, не имеющий этой благодати Стремящийся к объяснению писания Из своего самомнения и невежества Непременно делается виновным Перед святым духом Изречшим писания Задерживство и он отвергается Богом Делается добычей падших духов Из такового толкования Писаний пророческих и апостольских Возникли все ереси и расколы Последняя повесть Относится очевидно К позднейшему Аммону Не к тому, который беседовал С Антонием Великим В повестях о Аммонах Сохранилась для нас Следующее сведение о Гарине Трийской В этой пустыне Жило до пяти тысяч монахов Они проводили различные жительства Сообразно произволения И способностям своим Некоторые из них жили наедине Отшельниками Другие вдвоем и втроем Иные жили и в значительном числе Составляя из себя общежития Было до пятисот мужей Достигших христианского совершенства Они пребывали далее В самой глубокой пустыне Такое разнообразное жительство Удовлетворявшее свободному Произволение и способностям Очень способствовало Монашескому духовному преуспеянию Сказывали о Авиамоне Когда он ходил в церковь То не позволял ученику своему Идти возле себя Но приказывал следовать издали Если ученик приближался Чтобы спросить о чем-либо Аммон Да, в ответ немедленно отсылал От себя, говоря Не позволяя тебя Оставаться близ меня По той причине Чтоб в беседу нашу О душевной пользе Не вкралось Праздное слово Ава Зная, что Иоанн истинный монах Двенадцать лет Ава Иоанн физически Служил больному старцу Аве Аммою Хотя Иоанн много трудился для старца Но старец в течение всех двенадцати лет Ни разу не сказал ему Спасайся Когда же настало время кончины Не дал ему никакого наставления Брат собрался в обратный путь Провожая его Старец сказался с дыханием Брат Внимай себе Что ж касается до меня То мои грехи Соделались мрачной стеной Между мною и Богом Ава Анув Сказал С того времени Как я принял Святое Крещение И наречен христианином Ложь Не выходила Из уст моих В те времена Принимали Святое Крещение Наиболее в зрелом возрасте Страница пятьдесят пять Поведали о некотором старце Что он провел пятьдесят лет В великом воздержании Не употребляя вовсе хлеба И употребляя воду В самом умеренном количестве Это Старец говорил Я умертвил в себе Страсть, блуда, сребролюбие И тщеславие Услышав, что Старец говорит Это Ава Авраам Пришел к нему и спросил его Говорил ли ты то и то? Старец отвечал Говорил Ава Авраам сказал на это Вот Ты входишь в хижину твою И находишь на постели твоей Женщину Можешь ли не подумать, что это женщина? Нет Но я борюсь с помыслом, чтобы не прикоснуться к ней Авраам, значит Ты не умертвил страсти блудной Она жива в тебе Но связана Опять положим Ты идешь по пути Видишь камни и обломки Глинных сосудов, а посреди их золото Может ли ум твой обойтись без всякой мысли о золоте? Старец Нет Но я борюсь с помыслом, чтобы мне не взять золото Авраам Значит, страсть жива, но связана Опять Если придут к тебе два брата Из которых один любит тебя и превозносит похвалами А другой ненавидит и злословит Примешь ли их с одинаковым сердечным чувством? Старец Нет Но буду бороться с помыслом моим И стараться делать добро ненавидящего меня Наравне с любящим меня Авраам Следовательно, страсти живы Но связаны святыми помыслами Авва Алоний Передавал изречение другого отца Что сухоедение воздержания от приятной пищи Соединенное с возделыванием любви Скоро вводит инока в пристанище бесстрастия Авва Алоний говорил Если человек не положит в сердце своем Что кроме его одного и Бога Никого нет другого в мире То невозможно обрести спокойствие В душе своей Авва Алоний Сказал Если б я не разрушил всего То не мог бы воссоздать себя Значение этого изречения Тождественно с прежде С предшествовавшим Оба изречения изображают Совершенное умершление ко всему И оставление всех попечений Кроме попечения спасения Возводится инок в такое состояние верою Только из такого состояния он может всецело устремиться к Богу умной молитвой Только при таком состоянии умная молитва может объять собой все существо человека Тогда он возносит делателя Она Своего В ту любовь к Богу Которая закона положена Богом Авва Пимен Поведал Что брат просил Авву Алония Объяснить значение уничижения Отец отвечал Уничижение себя состоит в том Что признавать себя худшим скотов Которые не подлежат осуждению Еще поведал Авва Пимен Однажды старцы сидели за трапезой А Авва Алоний предстоял им и прислуживал Старцы похвалили его за это Он ничего не отвечал им Один из них спросил его Почему ты не отвечал ничего старцам Когда они похвалили тебя Авва Алоний сказал ему Если б я им отвечал То это значило бы Что я принял похвалу Авва Аполос великий Поучал всех Подведомственных ему иноков Немедленно отражать мысленные сеяния дьявола При самом первоначальном появлении их Когда сокрушится глава змея Говорил он Тогда соделывается мертвым Все тело его Господь повелел нам блюсти голову змеи Это значит Мы должны отвергать И сглаждать из ума Злые и непотребные помыслы И скверные мечтания При самом начале их Он говорил Знамением преуспеяния в добродетели Да будет для вас то Когда вы стяжете бесстрастное И чистое помышление Это начаток даров божьих Он очень не одобрял Носивших вериги И принимавших на себя вид Особенного Сочиненного Благоговения Таковые Говорил он Делает это на показ С человеком И впадает в лицемерство Лучше постом Утомлять тело А добродетели Должно творить в тайне Если же у нас Нет подвигов То по крайней мере Сохранимся От лицемерства В России Многие святые Носили вериги При особенной Простоте И при преобладании Телесного подвига В русском монашестве Ношение вериг Не имело того значения Которое оно должно Было иметь В древнем монашестве Это монашество Подвязалось По преимуществу Подвигам душевным И было наиболее Опасными Этому монашеству Наветовали его Наиболее душевные страсти Особо ли высокоумие Чадо высокоумия И ересь Этот страшный Недук ума Потрясавший Восточную церковь И ее монашество В течение целого Тысячелетия Невежественный раскол Вот форма В которую Облеклось Религиозные заблуждения Русского человека Облеклось Основываясь На умственном Религиозном развитии По мнению Времен Простоты И при общем стремлении К человекоугодии И лицемерству Мнение преподобного Аполлоса Приобретает Особенную Важность Под руководством Ава Аполлоса Находилось Иноческое Общежитие В Верхнем Египте Состоявшее Из пяти Тысяч Братий Из них Пятьсот мужей Достигли Христианского Совершенства И могли Совершать Знамения Чудно Вопрошал его О причине Смущения И Каждому Обличал его Сердечные Тайны Он говорил Не должно быть Печальным Смущенным Тому Кто предназначен К получению Небесного Царства Да будут Смущенными Елены Да плачет Иудеи Да рыдают Грешники А праведики Да веселятся Размышляющие О преуспеянии В земных делах Увеселяются Этими Размышлениями Как же Не веселиться Непрестанно Нам Удостоившимся Надежды На получение Небесных Благ Апостол Повелевает Нам Всегда Радуйтесь Непрестанно Молитесь За все Благодарите Святым Аполосом Порицается Смущение Производимое Падшими Духами То смущение Которое Служит Верным Признаком Действия Этих Духов На душу Порицается Печаль Мира Сего Рождающаяся С подскового Мудрования И неверия Рождающая Уныние А при Продолжительном И постоянном Действии Даже Отчаяние Эту Смерть Душевную Душевредная И душепагубная Печаль Никак Не должно Смешивать С душеполезной Печалью По Боге Которая Служит Причиной Покаяния Постоянного Воспасения Которая Служит Причиной Подаяния Богом Духовной Радости Соединенного С этой Радостью Святые Отцы Называют Такое Состояние Духа Нашего Радостопечальем Или Радостотворным Плачем Слезы Проливаемые Из этого Состояния Приносят Сердцу Неизреченное Успокоение И утешение Ава Аполлос Монахи Монахи Воспоминать О Христовых Страданиях Которыми Мы Искуплены И Постоянно Быть готовыми И достойными К принятию Небесных И святых Таин При этом Мы Сподобляемся Отпущения Грехов Ава Аполлос Часто Говаривал Своей Братьей Что Должно Кланяться В ноги Странным Инокам Приходящим В монастырь Их Поклоняясь Братьям Мы Поклоняемся Не человеком Но Богу Видел ли ты Брата твоего Ты видел Господа Бога твоего Поклоняйся Братьям Мы Приняли От Авраама А Упокаивать Братья Научились От Лота Который Понудил Ангелов В кельях Был старец Ава Аполлос Если Кто из братьев Приглашал Его к труду Или работе То он Немедленно Шел Со всей Радостью Говоря Сегодня Иду Потрудиться С царем Моим Христом Ради Спасения Души Моей Ава Афанасий Сказал Некоторые Говорят Ныне Нет Мученического Подвига Несправедливо Можно Вступить В Мученический Подвиг Под руководством Совести Умри Греху Умертви Члены Твои Земные И будешь Мучеником По произволению Мученики Боролись С мучителями Царями И князьями И ты Ненасытные Тот отрекся Иисуса Тот отрекся Если Тот отрекся 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 Удручая Тот отрекся Тот отрекся Никому Ничего Не говоря О себе Несколько дней Пробыл Он тут С прочими Странниками Не желая Употреблять Монастырскую Пищу Безмезно Антоний Ходил В ближнюю Гору Собирал На ней Дрова Приносил Их На плечах И полагал Перед Вратами Монастыря Монах Заведовавший Гостиниц И увидев Это Сказал ему Что делаешь Ты Ава Монастырь Не нуждается В труде Твоем Приходящие Сюда Употребляют Монастырскую Пищу В милостыню Благодаря Бога Антоний Отвечал Отец И мне Известен Этот Обычай Но не желая Оставаться Праздным Я делаю Это По своей Доброй Воле Он Продолжал Жить При Монастыре Ежедневно Делал Так Никому Ничего Не говоря Брат Заведовавший Странно Приимством Пошел К игумену И сказал Ему Об Антонии Монастырь Своими Трудами О Господе Игумен Сказал Гостинику Чтобы он Спросил Антония Чего Желает Он Прибывая Так Долго Перед Вратами Монастыря Антоний Будучи Спрошен Отвечал Брату Я Здесь На чужой Стороне Хочу Жи Если Будет На то Воля Божия Проводить Жительство С вами Ради Моей Душевной Пользы Игумен Узнав Это Повелел Привезти Его К себе Свиделся И Познакомился С ним Он Слышал О его Высоком Подвижничестве Потом Сказал Ему Игумен Авва Почему Рассудилось Тебе Принять На себя Труд Прийти К нам Антоний Отвечал С целью Соделаться Подобным Вам Подобродетели Игумен Отвечал Прожив Столько Лет Самочин Ты Ты уже Не можешь Жить В послушании Многие Жившие Самочинные И Исправившие Некоторые Добродетели Как-то Воздержание Пост Нестижание Телесное Злострадание Потом Подвершись Испытанию По законам Общежития Оказались Недостаточными По недостатку Смиренно Мудрее Оказались Недостаточными Даже в тех Добродетелях Которыми Они прежде По мнению Их Обиловали Антоний Отвечал Это узнал И я Изучение Бога Вдохновенных Отцов И как Не начинавший Пути Добродетели Привел Себя К вам Чтобы отдать Себя Вам В послушании Получить От вас Наставление Началу О Христе Добродетельного Жительства Когда Антоний Сказал Это То Был Принят Игумен Дал ему Послушание При церкви Очень тяжелое Для многих Невыносимое Пробыв Некоторое Время В этом Послушании Он Не удовлетворился Им Почему Пришел К Игумену И сказал Умава Я пришел Сюда Для Подвига А данное Мне Послушание Слишком Легко Игумен Услышав Это Передал Его В помощники Монаху Заведовавшему Виноградником Антоний Будучи Не сведуясь В этом Послушании Часто Обрезал Себе Пальцы Но Во все Время Обрезание Винограда Прилеже Занимался Возложенным На него Послушанием Опять Когда Настало Время Копания Он Трудился Еще Больше Когда же Виноград Начал Созревать Ему Было Приказано Стеречь Его Некоторые Из братьев Проводившие Невнимательную Жизнь Или Правильнее Желавшие Искусить Его Приходили И просили У него Винограда Он Говорил Им Мне Не Позволено Делать Этого Вот Виноградник Перед Вами Если Хотите То Сами Возьмите Себе Винограду И Опять Если Возьмете То Мне Не 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 Братья Услышав Это Уходили Однажды Антоний В полуденный Бесовские Помыслы И Возмущали Его Воспоминая Ему Пустынное Правильнее Самочинное Жительство И Желая Исторнуть Его Из Училища Послушания Он Отвечал Им Когда Я Жил В пустыне И Безмолвии Вы Говорили Мне Что Этот Подвиг Не Приносит Никакой Душевной Пользы Когда Я Пришел Сюда Вы Ублажаете И Похваляете Прежний Мой Подвиг Безмолвия Желая Отнять У меня Венец Доставляемый Послушанием Колебли Мы Этими Помышлениями Причинявшими Болезнь Его Сердцу И Сторгавшими У него Слезы Антоний Доблестно Терпел Напасть Нанесенную Бесами Ради Будущего Мздовоздаяния Когда Собран Был Виноград Поручен Антоний Послушание Трапезного В котором Привелось Ему Особенно Потрудиться Ежедневно До третьего Часа Ночи По причине Многих Приходивших В трапезу В разное Время Он От этих Приходивших От этих Был Часто Омываем Бесчестиями И Досаждениями Как Это Обычно Бывает Струдящимися В этом Послушании В течение Это Времени Износились Износилась Одежда Его И Обувь Которые Уговорил Его Надеть Епископ Павел Антони Во все Годы Пребывания Своего В пустыне Не возложил Обуви На ноги Свои Одежда Эта И обувь Износились Как мы Сказали Между тем Наступила Зима Антони Бедствовал От мороза И Гумен Видел Это Но Не давал Ему Одежды Телесной Желая Доставить Духовную Опытность И Духовное Преуспеяние Особливо Ноги Его Страдали От мороза Братья Видя его Такой Нуждей В таком Страдании Соболезновали Ему Иной Подстилал Овещу Кожу Под ноги Его Иной Подавал Ему Сандали Чтобы Он Обулся В них Но Доблестные Страдалицы Гражданин Вышнего Иерусалима Антони Ничего Не принимал Из подаваемого Ему Он Взирал На Стоятелей Судью И Говорил Братья Я Наверно Знаю Что Отец Наш Видит Мою Нужду И На Него Возлагая Все Попечение Мое Когда Бог Возвестит Ему Тогда Он Даст Мне Нужное Засмирение Мое Зима Лютая Миновала Наступило И прошло Лето Прошла И осень Антони Оставался Полуобнаженным Игумен Не обратил На его Нужды Никакого Внимания Видя Себя В такой Наготе И страданий И побежденный Бесовскими Помыслами Антони Пришел Однажды Кугумен И сказал Ему Владыка Если Монастырь Так Недостаточен Что Не может Снабдить Меня Нужным То Позволь Мне Спросить Нужное Для меня У знакомых Моих Блаженный Пастырь Услышав Это Отвечал Монастырь Мой Питает Всю Братья Христе И Тебя Ле Одного Не может Пропитать И одеть Сначала Мы слышали О Тебе Что Ты Подвижник И терпеливо Переносишь Телесные Страдания Теперь же Я не вижу В Тебе Ничего Того Что Слышал О Тебе Ты Растосил Все имения Твое Ради Бога Вдался В подвиги И нищету Безмолвствовал В пустыне Много лет Терпя Доблесть Наготу Тело И Всякую Нужду Пришедший Жа К нам Ты Оказался Молодушным И нетерпеливым Подвергшись Нестожным Лишениям Для Твоего Духовного Образования Ты Немедленно Начал Искать Упокоение Подобно Всем Проводящим Неродивую Жизнь Нисколько Не имеющим Ввиду Великого Мздовоздаяния Христа Бога Нашего Страдали С Христов Антониев Выслушивая Эти Жестокие Слова От Игумена Стоял И молчал Подражая Христову Смирению Осыпав Его Всевозможными Укоризнами И досаждениями Отец Прогнал Его Антониев Вышел Молчал Игумена Ежедневно Умывал Себя Слезами Удручая Тело Различными Образами Подвига Настоятель Разрешил Ему Поститься И подвязаться Сколько Может Чтобы Ему Не показалось Что он Лишился Того Воздержания Которое Стижал В пустыне По этой же Причине Он Не спал На постели Но спал Очень мало Сидя На стуле Также Прежде Звонок Утренний Вставал И занимался Псалмопением Братьев Смотрев Что он Способен Ко всякой Работе Брали Его С собой И дав Ему В руки Лопату Заставляли Копать Землю Удручаемый Трудом Омываемый Непрестанно Потом И слезами Он Воздыхал И молился Мысленно Богу Господи Вишь Смирение И Труд Мой И Остави Все Грехи Мои По Прошествии Довольного Времени Он Видит Во сне Некоего Мужа Славе Муж этот Держал Весы В руке Своей На левой Стороне Весов Положен Были Все Грехи Антония Содеянные Им От Юности А на Правой Все Добродетели Сперва Обе Чаши Весов Стояли На одной Высоте Потом Начала Перетягивать Левая В которой Положены Были Согрешения Тогда Славный Муж Взявши Лопату Которую Копал Антоний Положил В правую Чашу Которая И перетянула Тяжесть Согрешений А славный Муж Взглянув На Антония Сказал Вот Бог Показал Тебе Значение Трудов Твоих И Простил Тебе Все Согрешения Твои После Этого Игумен Удостоверившись В терпении Антония Увидев Что он Достаточно Был Подвергнут Опытным И обучению Страдаческого Послушания Что он Положил В помосле Своем Претерпеть Всякое Искушение И злострадание Призвал Его К себе И наедине Сказал Ему Отец Бог Да воздаст Тебе Мзду За душевную Пользу Принесенную Братству Твоим Пришествием К нам И жительством Твоим По Боге Братья Мои Никогда Не получали Такого Назидания Какое Получили Твоим Богоподражательным Послушанием Сказав Это Игумен Выдал Ему Одежду Обувь И прочие Потребности Наравне С прочими Братьями И отсели Когда Замечал Что Антоний Нуждается В чем Либо Сам Тайно Приносил Нужное К нему В келью Антоний Приходя К себе Неожиданно Находил У себя Вещь В которой Нуждался Пожив Богу Угодно Он Скончался О Господе И Приял Венец Послушания Ава Виссарион Родился В Египте В отрасческих Литах Научился Священным Книгам И божественной Свет Воссиял Сердце Его Он Возлюбил Бога Всею Душою С самого Юного Возраста Своего И не Осквернил Никогда Преподобного Ему Преподанного Святого Крещения Никаким Греховным Делом Сохранив Себе По силам Своим Красоту Образа Божия Он Удалился В пустыню И там Подвязался Как бы Бесплотный По этой Причине Он Сподобился Особенной Благодати От Бога Который Совершал Посредством Его Необыкновенные Знамения Подобные Знамениям Совершенным Великими Пророками Проведший Жизнь В Богу Угождении Достигший Глубокой Старости Он Отошел В горние Обители Авва Дула Ученик Авва Виссариона Рассказывал Следующее Однажды Мы шли По морскому Берегу Я почувствовал Большую Жажду И сказал Авве Виссариону Отец Меня Очень Томит Жажда Старец Помолившись Сказал Мне Напейся Из Моря Морская Вода Сделалась Пресною И я Ею Утолил Жажду Напившись Я налил Воды В сосуд Из Предосторожности Чтобы иметь При себе Воду Если снова Начну Чувствовать Жажду Старец Увидев Это Сказал Мне Для чего Ты Сделал Это Я Отвечал Прости Меня Я Сделал Это Из Опасения Что Мне Опять Захочется Старец Сказал Как Здесь Бог Так И Везде Бог В другое Время Нужен Был Авве Виссариону Переправиться Через Реку Хризарою Сотворив Молитву Он Пошел По реке Как бы По суху И Вышел На Другой Берег В Удивлении Я Поклонился Ему И Спросил Что Чувствовали Ноги Твои Когда Ты Шел По Воде Старец Отвечал Пятые Мои Чувствовали Воду А Прочее Было Сухо Таким Образом Не раз Переправлялся Он Через Великую Реку Нил Однажды Пошли Мы К Некоторому Старце Когда Мы Были Еще Далеко Солнце Начало Заходить Старец Помолившись В себе Сказал Слух Господи Молю Тебя Достанет Солнце Пока Я Приду К Рабу Твоему Солнце Остановилось И Прибыло Неподвижным Доколе Мы Не Достигли Кири Старца Которому Шли С Целью Получения Душевной Пользы Киту Один Из Братьев Впал Согрешение И Был Отлучен От Церкви Иеромонахом Настоятелем Когда Брат Выходил Из Церкви Тогда Аву Виссарион Встал И Пошел С Ним И Сказал И Я Грешник Брат Живший С Другими Братьями Просил Наставления Аву Виссариона Старец Сказал Наблюдай Молчание И Не Сравни С С Наставления Существенно Полезные В общежитиях Возникает Смущение Наиболее От сравнения Себя С Другими Брату Моему Дана Такая Вещь Отчего И Почему Не Дана Такая Вещь И Мне Говорит Неопытный Инок И Изгоняет Святой Мир Из Сердца Своего Чтобы Избежать Самообольщения И душевного Расстройства Производимых Сравнением Себя С Другими Должно Постоянно Содержать Себя В образе Мыслей По-монашески Вмудровании Доставляемым Смирением А для этого Должно Постоянно Бдеть Над собою Должно Пребывать Сосредоточенным В себе А для этого Необходимо Наблюдать Молчание Ава Весерион Сказал Когда Пребываешь В мире И не ощущаешь В себе Брани Тогда Особенно Смиряйся Чтобы не похвалиться Спокойным И радостным Состоянием Принадлежащим Не тебе А за похваление Не быть Преданным Брани Часто Бог не Попускает Нам Брани По немощи Нашей Чтобы мы Не погибли Окончательно Умирая Умирая Он сказал Монах Подобно Херувимам И Серафимам Должен Быть Весь Оком Однажды В скит Приведен Был Некоторые Беснующиеся О нем Совершили Молиту В церкви Но бес Не выходил Потому что Был жесток Клирики Говорили между собой Что делать нам С этим демоном Никто Не будет В состоянии Изгнать его Кроме Ава Виссариона Но если Мы будем Просить его Об этом То он Даже не придет В церковь Вот что Сделаем Он приходит В церковь Прежде всех Посадим же Беснующегося На его место Когда Войдет Ава Виссариона Встанем На молитву И скажем Ава Вели Встать И брату Они Так и сделали Когда Старец Пришел Рано Утром В церковь Они Встали На молитву И сказали А брате Старец Не подозревая Ничего Сказал Брату Встань И Пойди Отсюда И Немедленно Вышел Демон Из больного Больной Сделался Здоровым Поведал О себе Ава Виссарион Когда Мне было 25 лет Я пошел Поклониться В Иерусалим И другие Святые места И видел Святого Отца Герасима Иорданского Когда Я возвратился В Александрию Услышал о смерти его И о том Как лев Рыкая Умер На могиле Его Услышав Это Я возгорелся Ревностью Расточил Все имения Мое Оставив За собой Один участок Земли Чтобы отдать Его В женский Монастырь Находящийся Близ Александрии Но Прежде Я пошел К отцу Исидору Пилусиотскому И поведал Ему О намерении Моем Говоря Ава Думаю Если Бог благоволит Отречься От мира Почему я Расточил Все имения Мое Оставив Один участок Земли Чтобы отдать Его В женский Монастырь Между тем Один из Сенаторов Предлагает Мне за этот Участок Семьдесят Фунтов Золота Продать Ли ему Или нет Старец Отвечал Если Имение Стоит Семьдесят Фунтов То отдай Его За пятьдесят Взяв Золото Пожертвуй Его Монастырь Постницам И будешь Иметь Великую Награду От Бога И от Человеков Если же Ты отдашь Им Имение То Ввергнешь Их В молвы В нерадение И леность Расстройство Может дойти Даже До распутства Словом Сказать Ты вергнешь Их В погибельную Пропасть Я Не обратил Внимания На наставление Святого Старца И возвратившись Поступил По усмотрению И извалению Моему А отдал Село Монахиням Крепив Пожертвование Письменным Документом Перед всем Клиром Перед Патриархом И Игуменом Потом Я поместился В скит И принял Монашество Провешив скиту Шестнадцать Месяцев Увидел себя В сонном Ведении Ночью В Вифлееме На молитве Церковь была Исполнена Света Церковь Находились Мужи Певшие Светолепную Песень И некоторая Обреченная В пурпурную Одежду Жена Красоты Неизреченной Меня Объял Страх И я Хотел Уйти Оттуда Но Вот Подходит Ко мне Один Из Упомянутых Мужей И Возрев На меня Гневно Сказал Мне Грозным Голосом Скажи Мне Истафий Какой Дашь Ты Ответ О Женском Монастыре Которому Ты дал Имение И тем Прогневал Господа Бога Я Поражу Тебя Смертью Если Не Исправишь Поврежденного Тобою Я Сказал Ему Господин Я Отдал Имение С рабами И Чередами Волох С целью Оказать Соможение Монахиням А не С тем Чтоб Прогневать Бога Тогда Облеченная В Багреницу Жена Отверзла Свою Святые Уста И Сказала Мне Чадо Бог Приял Твое Благое Произволение Но Дьявол Ненавистник Душ Наших Нашел В этом Деле Повод Чтобы Уязвить Души И тела Монахинь Если Было Полезно Монахиням Имение То Бог Могу Послать им Серебро И золото Проливным Дождем И покорить В услужении Города И села Но Это Неполезно Для Отрекшихся От мира Ради Царства Небесного Они Неполезно Неполезно Они Неполезно Монахинь Неполезно 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 и не счел этого видения пустым мечтанием. Креститель простер свою правую руку и назнаменовал сердце мое знаменем честного креста. Проснувшись и пришедший в себя действие, произведенного видением, я немедленно взял посох мой и немного хлеба на путь неблизкий, пошел к Авии Сидору и пересказал ему о бывшем мне видении. Старец сказал мне, не говорил ли я тебе, что владение землей, на которой устроено хозяйство, вредно для иноков, в особенности для инокинь. Если начнут мужчины часто приходить к постницам, чего требует хозяйство, то дьявол не оставит тех и других без язвы. Несвойственно монахам, в особенности же монахиням, прилипляться к земным попечениям. Взяв с собой старца, я пошел к монахиням. Вошедший в церковь и помолившись, мы призвали первых старец и сказали им, мы слышали, что один из приближенных царя имеет намерение прийти сюда и взять участок земли, который я отдал вам, с тем, чтобы передать его в патриархию. По этой причине мы пришли предупредить вас об этом, чтобы вы рассмотрели, как вам поступить в этом обстоятельстве. Старец отвечал, мы поступим так, как вы признаете полезным для нас. Я сказал им на это. С приближенным царя я не имею возможности вступить в тяжбу. Но если вы хотите, прежде нежели прибудет приближенный царя, продадим имение сенатору, желавшему купить его. Вырученные деньги вы возьмете себе, а сенатор пусть уже делается с приближенным царя. Как знает, инакини сказали, ваш совет основателен. Немедленно мы пошли и продали землю сенатору за шестьдесят фунтов золота. Рабам, рабыням я дал свободу, а золото представил церковь в постниц. Когда мы вышли от них, я сказал Ави и Сидору. Отец, едва было не погиб я по причине моего прислушания. Справедливо сказали отцы, что не должно подавать милостыни женщинам. Ава и Сидор отвечала мне, не говори этого, сын. Так думать грешно. Истину скажу тебе. Если кто хочет подавать милостыни монахиням, пусть подает. Подающий милостыни им получит большую награду, нежели большую, нежели подающий милостыни слепым, хромым и прокаженным. И на кине немощнейшая часть. Они отреклись от мира ради Бога и не могут выходить, как мы, для продажи своего рукоделия и спрошения милостыни. Они опасаются выходить для исправления своих нужд, чтобы не погубить себя и других. Если они выйдут за ворота монастыря, то уязвляют себя или ближних. А одно из двух случается непременно. Когда пустынная лань появится на полях, прилежащих к селениям, все сбегаются, чтобы посмотреть на нее. Так, когда выйдет монахиня из монастыря, дьяволу стремляет к ней и больших, и малых, в особенности, если она молода. Не говорю этого о престарелых постницах, огражденных страхом Божиим. Эти не уязвляются и не уязвляют. Но юная подвергается многим бедствиям. Как лань, пораженная стрелой, если и убежит от ловцов, то не получает от этого никакой пользы, имея в себе смертоносную стрелу. Так и душа, приняв язву вожделения от блудной страсти при посредстве порочного воззрения, хотя бы и убежала отпустивших в нее эту стрелу. Но, будучи смертельно ранена, умирает. Беря никогда увидит блага у разных инокий. Смотрят на них пристально и уязвляются. Также инокини от неосторожного воззрения часто подвергают души своей неисцелимому недугу, хотя бы избежали греховного дела. И потому подающие милостыни примет награду во сто раз большую, нежели благодетельствующие слепым и прокаженным. По той причине, что инокини ради любви Божией призрели мирскую гордость, возненавидели молву и мятеж мирских селений, предпочли любовь к христовым заповедям, наслаждению прелестями мира, возлюбили не тщеславное житие, оставили неправедное богатство, стяжание, имение, всю суету мирскую, сопрягли с христовой любви, пренебрегли серебром и золотом, не захотели иметь рабов и рабы, напротив того, поработили сами себя в служении иным ради любви Божией. Почему могущий подавать милостыню монахиням получит от Бога награду и венец великий? Таковы и должны ограждать себя страхом Божиим, потому что страх Божий не попускает душе нарушать правила скромности и благоговения. Напротив того, дающий заселенные участки земли монастырю мужескому или женскому, возвращает иношествующих снова многоплетенные сети мира сего. Хотящий подавать милостыню монахам и монахиням, да подает им или хлеб, или крупу, или деньги, или шерсть, или лен. Такая милостыня доставляет инаку возможность безмятежным безмолвствовать в келье. Такая милостыня есть милостыня, совершенная и благоприятная Богу. Старец, сказав мне это, возвратился к себе, а я поклонился ему и пошел в скит. Поведал Авва Дула, однажды я и отец мой Виссарион, ходя по пустыне, пришли к некоторой пещере. Вошедшие в нее нашли старца, который сидел и плел веревку. Он не только не приветствовал нас, но даже не произнес ни одного слова, даже не звенул на нас. И сказал мне Авва Виссарион, пойдем отсюда. Должно быть, брат не получил извещение от Бога вступить в беседу с нами. А оттуда прошли мы для посещения Аввы и Анна. Возвращаясь от него, когда приблизились опять к пещере, в которой виделись сидящего брата, старец сказал, войдем к нему, может быть, Бог возвестил ему побеседовать с нами. Вошедший, мы нашли его уже умершим. Старец сказал мне, брат, похороним тело его. Винно Бог послал нас сюда на это. Совершая погребение, мы усмотрели, что то была жена. Старец удивился и сказал мне, смотри, сын мой, и жены, одолевая дьявола, в пустыня мы, живя в городах, не можем сохранить целомудрие. Прославив Бога, помогающего любящим Его, мы ушли оттуда. Святой Григорий Богослов говорил, от каждого человека, получившего крещение, Бог требует трех добродетелей, правой веры от всей души и от всей крепости, воздержания языка и чистоты тела. Поведали братья об Ави Геласии, имелом в пергаментном переплете книгу, в которой был написан весь Новый и Ветхий Завет, стоивший восемнадцать златниц. Книга положена была в церкви, чтобы все братья, кому бы из них не пожелалось, могли читать ее. Пришел некоторый странный брат посетить старца и, увидев книгу, пристился ею, украл ее и удалился. Старец, хотя и узнал о случившемся, но не пошел вслед за ним, чтобы остановить его и взять у него похищенное. Брат пришел в город и искал, кому продать книгу. Нашедший покупателя, он назначил ей цену шестнадцать златниц. Покупатель, желая удостовериться, верности книги, сказал ему, «Сперва дай мне ее, я покажу кому-либо из знающих, и тогда отдам тебе деньги». Брат отдал книгу. Покупатель взял ее и отнес к Каве Геласию, чтобы он рассмотрел, хороша ли книга и стоит ли назначенные за нее цены. При этом он сказал и о количестве денег, требуемых продавцом. Старец отвечал, «Купи ее, книга хороша и стоит просимых за нее денег». Покупатель, возвратясь к продавцу, иначе передал ему эти слова, нежели как сказал старец. Вот, говорил покупатель, «Я показывал книгу Ави Геласии, и он сказал мне, что книга дорогая и не стоит назначенной тобою цены». Услышав это, брат спросил, «Не сказал ли тебе старец еще чего-либо?» «Ничего», отвечал покупатель. Тогда брат сказал ему, «Я уже не хочу продать этой книге». Умилившись сердцем, он прошел к старцу и просил его взять обратно книгу, раскаиваясь в своем поступке и прося прощения. Но старец не хотел принять книги. Тогда брат сказал ему, «Если ты не примешь книгу, то мне не обрести спокойствие совести во всю жизнь мою». На это старец отвечал, «Если ты невозмож успокоиться иначе, как когда я возьму книгу, то я беру ее». Брат, на сданный терпением старца, прибыл при нем до кончины своей. Поведали Оави Геласии, что он в юности своей жил в пустыне, сохраняя нестижание. Такое жительство проводили в этих местах и в это время многие другие. Между ними был некоторый старец необыкновенной простоты, особенно нестяжательный. Он прожил в уединенной келье своей до самой смерти, подстарость имел учеников. Он соблюдал такое нестяжание до конца жизни, что не имел двух хитонов и не заботился вместе с учениками своими о завтрашнем дне. когда Оави Геласии по божественному внушению устроил общежительный монастырь. Пожертвовали ему большими полями и завел он для нуж общежития рабочий скот и валов. С поспешистовавшей первоначально святому по хомею устроить общежительный монастырь во всем поспешистовал и Оави Геласии устроение монастыря. Вышел помянутый старец, видя его в этих занятиях, искренне любя его, сказал ему, «Боюсь, Оави Геласии, чтобы ум твой не прилепился к полям и прочему имуществу общежития». Оави Геласии отвечал «Скорее ум твой привяжется к веревкам, которые ты работаешь, нежели ум Геласии к стяжаниям». Таково свойство усвоившегося душе умного делания осененного божественной благодатью. Оно не перестает действовать в сосуде своем при всех внешних занятиях и хранить ум в духовной свободе. Напротив того, ум, не получивший этой свободы, не может не увлекаться пристрастием к самым мелочным предметам. Не получившим духовной свободы, должно наблюдать строгое нестяжание, чтобы охраниться от пристрастия. Одна же принесена была для братья рыба. Повар, испекший ее, отдал киларю. Киларь, повстретившийся на ужде, вышел из киларни, оставив рыбу в киларне на полу в сосуде и поручив стеречь его до возвращения своего малолетнему отроку, прислуживавшему ави геласию. Отрок победился вожделением и начал есть рыбу с жадностью. Киларь, возвратился, увидев, что отрок есть рыбу, рассердился на него и неосторожно толкнул его. Случилось так, что удар пал на место близкое к сердцу. Отрок начал дышать трудно и умер. Киларь, объятый страхом, положил отрока на свою постель и покрыл, а сам пошел к ави геласию, пал к ногам его и возвестил о случившемся. Старец повелел ему, никому не поведая о скорби, вечером, когда все успокоится, принести умершего в диаконик и положить перед жертвенником уйти. Когда это было исполнено, старец пришел в диаконик и встал на молитву. В свое время братья собрались для ночного богослужения. К ним вышел старец, за которым шел и отрок. Об этом никто не знал до кончины старца, знали старец и теларь. Во время Вселенского собора в Халкидоне некто Феодосий, первый, начавший в Палестине защищать раскол Диаскора, предварив прочих епископов, возвращавшихся уже к своим церквам, и он был в Константинополе, будучи изнанный из своего Отечества, за постоянное участие в возмущениях, пришел к ави геласию и омана, монастырь и начал оговаривать ему Халкидонский собор, якобы утвердивший учение Несториево, думая тему влечь святого в сообщество своему обману и расколу. Но он по внешнему виду Феодосии и просвещаемый божественным даром рассуждения понял лукавое намерение еретика и не только не был увлечен в его отступничество, но сделали почти все, но и выслал его от себя как подобало с бесчестием. Феодосий устремился в святой град и прикрывшись личиной ревности по Боге увлек на свою сторону все монашество, увлек и царицу, бывшую в то время там. С помощью этих сообщников своих он вступил своевольно и насильственно на патриарший престол, восхитив его убийствами и другими противозаконными неправедными действиями, о которых и ныне помнят многие. Получив власть и достигнув своей цели, он рукоположил множество епископов на те престол, на которые еще не прибыли епископы, возвращавшиеся с собора. Призывает он и Аву Геласия, приводит в храм, лаская и вместе угрожая, повелевает предать Анафеме Ювеналия. Геласия, нисколько не устрашившись, сказал, иного епископа Иерусалимского, кроме Ювеналия, я не знаю. Феодосий, опасая, чтобы и другие не стали подражать благочестивой ревности старца, повелел скорее изгнать его из храма. Приверженцы Феодосия взяли Аву, обложили его дровами и стращали, что сожгут его, но, видя, что он не боится и этого и не оказывает им повиновения, а сами боясь народного восстания, потому что блажен был известен и славен, а более по действию божественного промысла, отпустили преподобного, не причинив ему никакого вреда. А он по произволении и совести взялся мучеником, принесший себя во всесожжение Богу. Аввай Геронти Петерский сказал, многие, искушаемые сладострастием, не совокупляясь телесно, блудодействуют мыслью, сохраняя девство тела, расслевая девство души. Возлюбленные, необходимо отречься от усложнения блудными помыслами и мечтаниями, от общения с ними и внимания к ним, но по наставлению Писания, которое говорит, всяким хранением блюди твое сердце, ибо из него источники жизни. В хранении сердца от греховных помыслов заключается начальная причина и сущность спасения. Авва Даниил Пресвитер Скицкий в юности отрекся мира и пришел в Скид. Сперва он жил в общежитии сорок лет, потом подвязался в отшельничестве. Авва Даниил он взял камень и ударил варвара господина своего. Варвар умер от удара. Авва Даниил бежал и избавился от плена. После этого он стал тужить о убийстве, которое совершил. В этих чувствах он пошел в Александрию, исповедовал архиепископу Тимофею, случившееся с ним. Архиепископ не одобрил его поступка, сказав «Лучше бы тебе положиться на Бога и избавивши тебя дважды. Неужели не мог избавить и в третий раз? Впрочем, ты не совершил убийство, потому что убил не человека, а зверя». Не удовлетворившись этим ответом, Авва Даниил сел на корабль, приехал в Рим и там исповедовал папе, случившееся с ним. Папа дал такой же ответ, какой дал Александрийский архиепископ. Даниил возвратился в Александрии и сказал сам себе «Даниил, совершивший убийство и сам да будет убит». Он пошел в притор и предал себя гражданской власти, сказал «Я поссорился и, будучи увлечен гневом, ударил моего противника камнем, отчего тот умер. Почему прошу предать меня суду? Пусть умру за убийство мною сделанное, чтобы наказание во времени избавило меня от наказания в вечности». Ава был посажен в тюрьму. По истечении тридцати дней доложено о нем правителю. Правитель, призвав его из тюрьмы, расспрашивал о убийстве. Он рассказал обо всем со всей точностью и подробностью. Правитель, удивившись рассуждению Авва Даниила, отпустил его, говоря «Иди, Авва, и моли Бога о мне. Жалеешь, что ты убил одного, а не шесть». Тогда старец сказал сам себе «Уповая на человеколюбие Бога моего, что простится мне совершенное мною убийство, оттели даю обещание Христу моему служить во все дни жизни моей прокаженному за сделанное мною убийство». Он положил себе «Если умрет этот прокаженный, которого я взял, то пойду в Египет и возьму другого». Никто из киских не знал, что старец имеет в келье прокаженного, потому что прокаженный находился во внутреннем отделении кельи, и никто, кроме старца, не мог иметь свидание с ним. Но однажды в шестой час старец позвал к себе ученика разделить трапезу по обычаю, и по усмотрению Божию случилось так, что старец забыл затворить дверь во внутреннее отделение кельи. Он оставил их отворенными на то время, как прислуживал прокаженному. У прокаженного сгнило все тело от множества лютых ран. Ученик вошел в то время, когда были отворены упомянутые двери, увидев, как старец прислуживает прокаженному, как приносит ему пищу, как возлагает пищу в уста, потому что у прокаженного не было рук, и как он не мог жевать пищу, потому что у него сгнил рот, то старец влагал пищу в уста его своими руками, еще прокаженный не мог съесть, старец съел сам. Ученик, увидев чудный подвиг старца, удивился и прославил Бога, даровавшего такое терпение старцу в служении прокаженному. Все это из алфавитного потеряка. Рассказывали о Аве Данииле. Когда варвары напали на скит, братья бежали из него. Но старец сказал, «Если Бог не печется мне, то зачем мне и жить?» И он прошел посреди варваров, а они не видели его. Тогда старцы сказали ему, «Бог помог тебе, и ты не умер. Сделай же и ты подобающий человеку, беги, как бежали отцы». Сказал Аве Даниил, любящий безмолвие пребывает неуязвленным стрелами врага, смешивающийся же со многими непрестанно подвергается язвам. Поведал некоторый отец Става Даниил, пришел однажды в селение для продажи рукоделия. Молодой человек, житель того селения, упросил его войти в дом свой и сотворить молитву о жене его, которая была бесплодна. Старец оказал ему послушание, вошел в дом его и помолился о жене его. По благоволению Божьей жена его сделалась беременную. Боже, начали злоречить, говоря, молодой человек не способен к седорождению. Жена его зашла от Ава Даниила. Дошли эти толки и до старца. Он послал сказать молодому человеку, когда жена твоя родит, извести меня. Когда жена родила, муж пришел в скид и сказал старцу, Бог по молитвам твоим даровал нам дитя. Ава сказал ему, когда будут крестить дитя, сделай в этот день обед и угощение. Призови меня, сродников и друзей твоих. Молодой человек сделал так. Во время обеда, когда все сидели за столом, старец взял дитя на руки и перед всеми спросил его, кто твой отец. Дитя протянуло руку и показав пальцем на молодого человека, сказала, вот отец мой. Дитя было двенадцать дней. Все, видяши это, прославили Бога, а старец встала за стола и бежал в скит. Говорил Ава Даниил, чем тучнее тело, тем немощнее душа, и чем суше тело, тем сильнее душа. Так же говорил, чем более иссыхает тело, тем душа делается утонченнее, душа тем делается утонченнее, тем она делается пламеннее. Ава Даниил поведал, в Вавилоне дочь одного из идолопоклонников имела в себе беса. От сырю был знаком некоторый монах. Этот монах говорил ему, никто не может исцелить дочери твоей, кроме известных мне отшельников. Но и те, если будешь просить их, не захотят сделать этого по смирению. Вот как поступим. Когда они придут на торг, то представимся, что хотим купить у них рукоделие их. Когда они придут в дом для получения денег, закупленные у них вещи, то скажем, чтобы они сотворили молитву. И я верую, что исцелеет дочь твоя. Они пошли на торг. Там ученик некоторого старца сидел и продавал корзины. Они пригласили его с корзинами в дом, чтобы там отдать ему деньги за них. Когда монах вступил в дом, беснующаяся выбежала ему навстречу и ударила его по щеке. Он обратил ей другую щеку по заповеди. Демон ощутил муку и возопил. О, беда! Заповедь Иисуса Христа изгоняет меня! Девица немедленно очистилась. О случившемся поведали старцем. Они прославили Бога, сказав, «Обычно гордыня дьявола падать перед смирением к заповеди Христовой». Ава Даниил, проходя однажды через некоторое место, увидел, что несколько мирян задержали монаха, обвиняя его в совершении убийства. Старец остановился и, узнав, что брат оклеветом сказал задержавшим его, «Где убитый?» Ему показали. Приблизившись к убитым, он сказал, «Помолимся». Когда же старец воздел руки горе к Богу, убитый встал. Старец сказал ему перед всеми, «Скажи мне, кто убил тебя?» Он отвечал, «Вошедший в церковь, я дал много золота бывшему тут пресвитеру, а он убил меня и вынесший поверх в монастыре этого старца. Но умоляю вас, возьмите у него золото и отдайте детям моим». Тогда старец сказал, «Теперь до того времени, как Бог воскресит тебя». Воскресший лег и снова сделался мертвым. Поведал Авва Палладий. Однажды при встретившейся нужде Авва Даниил пошел в Александрию, взяв и меня с собою. Когда мы входили в город, встретил нас очень юный монах, выходивший из бани, в которой он мылся. Увидев его, старец очень вздохнул и сказал мне, «Очень жаль этого брата». «Похулено будет имя Божие из-за него, но пойдем за ним и увидим, где пребывает он». Мы пошли за ним. Старец отвел его в сторону и сказал ему, «Сын мой, ты молод и здоров телом, тебе не должно мыться в бане. Поверь мне, сын мой, что ты многих соблазняешь, не только мирских, но и монахов». Брат отвечал старцу, «Если бы я человеком угождал, то не был бы рабом Христовым». Писание говорит, «Не осуждайте, да не осуждены будете». Тогда старец поклонился ему, сказав, «Прости меня, сын мой, я согрешил как человек». «Оставив его, мы пошли». Я сказал старцу, «Ава, не точно ли болен брат, и в поступке его нет греха?» Старец вздохнул и, проследившись, сказал мне, «Брат, дал достоверить тебя в истине самое дело. Я видел, что более пятидесяти бесов последует ему и посыпает его смрадом. Один мурин сидел у него на плечах и целовал его, а другой мурин малого роста шел перед ним, разжигая его и научая разврату. Многие бесы окружали его и радовались о нем, а святого ангела я не видел ни близ его и даже вдали. Почему и заключаю, что этот брат исполнен некоторой бесовской деятельности? Свидетельствует о жительстве его изысканная одежда его и то, что он, будучи молод, так бесстыдно пребывает среди города, в который с осторожностью входят постники и отшельники и старается скорее уйти из него. Если бы он не был свастолюбив и миролюбив, то не входил бы в бане, не смотрел бы без стыда на обнажение других. Святые сын Антоний Великий Пахомий, Аммоний, Серапион и прочее заповедовали, чтобы никто из иноков не обнажал тело своего иначе, как по причине великой болезни или нужды. Видим в житиях их, что пристретившиеся надобности обнажить, а что перейти через реку, когда не случалось с лодки, они, не будучи видимо никем, стыдились сопутствовавшего им святого ангела и сияющего на них солнца. Когда приводилось кому-либо из отцов переправиться через реку и с ним находился ученик его, то они не обнажали себя иначе, как разлучившись друг от друга на достаточное расстояние, при котором они не могли бы видеть ноготы друг у друга. сказав это мне, старец замолчал. Мы возвратились в скит. По прошествии немногих дней пришли в скит некоторые братья из Александрии и поведали, что монах, прибывший из Константинополя и живший при храме святого Исидора, пойман на любодеянии с женой и парха, и за вечной прислугой он был болен три дня и скончался. Событие это послужило в поругании и укоризну всем монахам. Услышав это, я заплакал и пошел к Аве Даниилу. У него сидел тогда Ава Исаак игумен скидский. Я поведал им о случившемся с монахом, которого, когда мы входили в город, старец увидел выходящим из бани, который отверг наставление старца. Старец проследившись сказал «Наказание гордым падение их». Наедине пересказал я Аве Исаак увиденное старцем и то, что он при этом говорил мне. Все это, как достойное быть записанным, Ава Исаак велел внести в книгу о знаменосных отцах для пользы и назидания читающих. Пошел мне, когда Ава Даниил с учеником своим из скита Фиваиду. Так назывался Верхний Египет от главного города своего Фив в обитель, в которой жил Ава Аполлос. Отцы обители, услышав о пришествии к ним великого скидского старца, вышли навстречу ему за семь поприщ от монастыря своего. Их было более пяти тысяч. И представилось чудное зрелище. Они пали вниз и лежали на песчаной равнине, ожидая подобно лику ангелов старца, чтобы принять его как Христа. Одни подстилали под ноги его одежды свои, другие подстилали свои куколи, и видны были из очей их потоки слез. Пришел Ава Аполлосу поклонился старцу семь раз, прежде нежели старец приблизился к нему. Они приветствовали друг друга с любовью. Братья просили старца сказать им слово спасения, потому что старец нескоро начинал говорить с кем-либо. Они сели вне монастыря на песке, потому что церковь не вмещала их. Отец Заниил повелел ученику своему, напиши следующее, если хотите спастись, соблюдите нестяжание и молчание. На этих двух деланиях основывается все монашеское жительство. Ученик написал сказанное ему старцем, и для прощения передал одному из братьев, который прочитал это братьям египтянам. Все пришедшие в умиление заплакали. Вышедши оттуда, Ава Даниил пришел в Иеромополь и сказал ученику своему, поди в монастырь женский и, постучавшись во врата, скажи Игумении, что я пришел. Этот монастырь назывался монастырем Авы Иеремии, в нем живет триста постниц. Ученик пошел и постучался во врата. Подошла привратница и тихим голосом изнутри сказала ему, спасайся, благословен приход твой, чего ты желаешь? Он отвечал, имея нечто сказать Игумении. Привратница сказала на это, великой не беседует ни с кем, но скажи, чего желаешь, и я передам ей. Он отвечал, поди, передай ей, что некоторый монах имеет нужду переговорить с нею. Привратница поспешно пошла и поведала Игумении. Пришла Игумения и сказала тихим голосом, спасайся, брат, чего ты желаешь? Монах отвечал, окажи любовь, дозволь мне провести эту ночь здесь с другим братом, чтобы нас не съели звери. Игумения сказала ему, брат, никогда мужчина не входил сюда. Легче будет для вас, если сидят вас внешние звери, нежели внутренние. Брат отвечал, здесь Ава скидски Даниил. Она, услышав это, отворила обе половины ворот и вышла навстречу старцу со всеми постницами. Они услали одеждами своими весь путь от ворот до того места, где был старец, и, поклоняясь перед ним, целовали ноги его. Таким образом, с великой радостью и весельем ввели его в монастырь. Игумения велела принести лохань, влила в нее воду, согретую с благовонными травами, и, поставив постис в два лика, сама своими руками умыла ноги старцу, также и ученику его. подводила постис по одной кумувальнице и окропляла их этим святым омовением. Оставшись после же всех, возлила на главу свою и в недра свои. Монахини представляли собой чудное зрелище. Они были безгласны, как камни, беседовали одна с другой знаками. Походка и вид их были ангельские. Старец спросил игуменью, нас ли стыдятся сестры, или они всегда таковы? Игуменья отвечала, рабыни твои, владыка, всегда таковы, но молись о них. Старец сказал ей, скажи ученику моему, чтобы он научился у них молчании, потому что он, живя со мной, ведет себя как Готф. Готфы были очень крикливы. Одна из сестер лежала посреди монастыря и спала, на ней была рубищная одежда. Старец спросил игуменю, кто это лежит? Она отвечала ему, одна из сестер преданная страсти пьянства. Что делать с ней, не знаю, выгнать ли ее из монастыря, боюсь греха, оставить ли ее так, но она смущает сестер. Старец сказал ученику своему, возьми мувальницу и возлей на нее воды. Он сделал так, она стала, как встают упившиеся вином. При этом игумене сказала владыка, такова она всегда, какой ты видишь ее теперь. И вела игумене Аву Даниила в трапезу предложила вечерю сестрам и сказала Аву благослови рабынем твоим вкусить с тобою. Он благословил им. Великая и вторая по ней сели с ним. Старцу предложили моченое сочио, невареную зелень, финики и воду. Перед учаяком его поставили немного хлеба, вареной зелени и вина, растворенного водою. И накинем же предложили различную вареную пищу, рыбу и при этом никто не произнес ни одного слова. Когда встали из-за трапезы, старец сказал игумении, что вы это сделали, лучшей пищи следовало употребить нам, а употребили ее вы. И игумение отвечало старцу, владыка, ты монах, и потому я предложил тебе пищу монашескую, ученику твоему, так как он ученик старца, предложена пища та же монашеская, мы же новоначальны, и потому употребили пищу новоначальных. Старец сказал на это, Бог да исполнит любовь вашу, потому что вы извлекли большую пользу из действий ваших, мы. Когда все разошлись спать, старец сказал ученику своему, пойди, посмотри, где будет спать пьяная, лежавшая среди монастыря. Он посмотрел и сказал старцу, там, где сестры исправляют телесную нужду близ отхожего места. Старец сказал ученику, пообдим эту ночь. Когда уснули все инакини, старец взял ученика и подошел к тому месту, где лежала мнимая пьяная. Они увидели, что она встала и воздела руки к небу. Слезы ее потекли подобно потоку, и творила она бесчисленное множество коленопреклонений. Когда заслышала, что какие-либо из сестер приходили для исправления телесной нужды, то повергалась на землю и представляла спящие и храпящие. Так проводила она начало каждой ночи. И сказал старец ученику своему, призови ко мне игуменей и вторую по ней, призови их тайно. Он пошел и призвал игуменей и вторую по ней, и они всю ночь смотрели на подвиг мнимой пьяной. Тогда игумене начала говорить с плачем «О, сколько зла делала я ей!» Когда ударили в било церковное, игумене поведала всем и накинем виденное ей, и все предали с великому плачу. Она же, уразумев, что тайна ее открыта, пришла непримеченная никем туда, где отведен был ночлег для старца, похитила жезлы его и милость вслед за этим, отворила ворота монастыря и ушла, оставив на воротах надпись «Матери и сестры, простите меня, согрешившие перед вами, и молитесь о мне». При наступлении дня начали искать ее и не нашли. Пришедшие к воротам увидели их отворенными и надпись на них. Блаженные нигде не могли сыскать и очень много плакали, рыдали о ней в монастыре. Старец сказал игумене «Я ради ее пришел сюда». И Бог любит таких пьяниц. И начали все постницы исповедовать старцу, каждая какое оскорбление нанесла ей. Старец отворил молитву о сестрах, немедленно вышел из монастыря и пошел в келью свою благодаря и славословия Бога, ведущего сокровенных рабов своих и не попущающего им долго пребывать утаянными, но открывающего их в уведение всех, не только при жизни, но и по смерти их в похвалу и славу святого имени своего. Однажды шел с Авой и Даниилом ученик его Аво Аммон и сказал старцу Отец, когда мы пристанем скитаться и будем постоянно пребывать в келье, Аво Даниил отвечал ему, а кто может отнять у нас келью? Когда мы в келье, тогда с нами Бог, и когда мы вне кельи, также с нами Бог. Преуспеяние старца в душевном делании были таково, что он постоянно пребывал умом в сердечной клетии. К такому совершенству стремился он возвести ученика своего. Так важно руководство духоносных наставникам, что святые отцы советуют новоначальному иноку предпочесть торжеще пустыни, если на этом торжеще живет духоносный наставник. Однажды Аво Даниил присвитер скистки пошел в Фиваиду, взял с собой одного из учеников своих. Они плыли вверх по реке Нилу, и когда доплыли до некоторого селения, старец повелел лодочникам пристать к берегу. И сказал старец ученику своему, нам должно остановиться здесь. Ученик, услышав это, начал роптать, говоря, доколи нам скитаться, пойдем в скит. Старец сказал, нет, останемся здесь. старец, сели посреди села, как странники. Ученик сказал старцу, угодно ли такое поведение Богу, что мы сидим здесь, как миряне, по крайней мере, пойдем в церковь. Старец отвечал ему, нет, останемся здесь. Они пробыли тут до глубокого вечера. Брат начал выражать огорчение на старца, оскорбляя его и говоря, беда мне с тобой, старик, из-за тебя приходится мне умирать. Когда ученик укорял таким образом старца, подошел к ним престарелый мирянин, весь седой, сгорбенный от старости. Увидев Ау Даниил, он пал к ногам его и начал лобызать их и обливать слезами. Приветствовал он и ученика, потом сказал им, если вам угодно, пойдем в дом мой. У него в руке был фонарь, с которым он ходил по улицам и сейчас странных, и вводил их в дом свой. Он взял старца и ученика его и других странников, которых нашел и ввел их в дом. Налив воды в мувальницу, он умыл ноги старцу и прочим братьям. Кроме одного бога, он не имел ничего иного ни в дому, ни в каком другом месте. Странникам предложена была трапеза. Когда они отушенали, хозяин собрал оставшиеся укрухи и выбросил собакам того селения. Таков было у него обычаи, он не оставлял на завтрашний день ни одной крохи от хлеба, который предлагался на ужин. Старец отвел хозяина в особенное место, и там наедине беседовали они до утра, говоря о пользе душевной со многими слезами. По наступлению утра они простились и разошлись. Дорогой ученик поклонился старцу, говоря, окажи любовь, Ава, поведай мне, кто этот человек и как ты знаешь его. Но старец не хотел сказывать. И опять брат поклонился ему, говоря, Ава, о многом другом ты поведал мне, а об этом человеке не хочешь сказать. Точно. Старец сообщил ему о добродетельной жизни многих святых, а о престарелом мире не хотел сказать. Брат очень оскорбился этим и уже во всю дорогу ни о чем не говорил со старцем. Когда они пришли в свою келью, брат не захотел принести в обычное время хлеб старцу, который вкушал ежедневно в десятом часу, в четвертом пополнении. Наступил вечер. Старец пришел в келью брата и сказал ему, чадо, что значит это? Ты оставил меня отца твоего без пищи. Брат отвечал, если б я имел отца, то отец любил бы своего сына. Услышав это, старец поворотился и хотел выйти из кельи, но брат догнал его, остановил, начал целовать ноги, говоря, жив Господь, не оставлю тебя, доколе мне не поведаешь, кто этот человек. Брат никак не хотел оставить старца в скорбе, потому что очень любил его. Тогда старец сказал, дай мне немного поесть, я скажу тебе. После вкушения пищи старец сказал брату, не будь непокорен. Не хотел я сказывать тебе запрекословие, которое ты допустил себе в селении. Смотри, сказывай никому о том, что услышишь от меня. Человек этот называется Евлогий, по ремеслу своему он каменосесец проводит весь день в работе, ничего не вкушая даже до вечера. По наступлении вечера возвращается в дом свой, куда приводит с собой всех странных, каких только найдет в селении, и монахов, и мирских, предлагает им пищу, как ты видел, оставшиеся же укрухи выкидывает собакам. Ремеслом он занимается с юности своей доселе. Теперь ему более ста лет. Но и поныне Бог подает ему такую же крепость в работе, какую он имел в молодых годах. Ежедневно он вырабатывает по золотой монете. Сорок лет тому назад я пришел в отоселение для продажи рукоделия. Тогда был я еще не стар. При наступлении вечера пришел по обычаю своему и в логе взял меня и прочих каких нашел странников дом свой угостил нас как ты видел. Я удивился его добродетельной жизни и начал поститься по неделе и молить Бога о нем чтобы подал ему значительное имущество на дело странно приимство. Я провел в таком посте три недели и более и столько изнемог от поста что едва был жив. Вот вижу некоего священолепного который пришел ко мне и сказал что с тобою Авва Даниил Я отвечал ему дано мною слово перед Богом не вкусить хлеба да коли Бог не услышит молитву моей о евлогии камена сечется и не пошлет ему благословения чтобы он мог преизобиловать в деле страноприимства. Он сказал напрасно ему лучше оставаться в том положении в котором он находится ныне. Я сказал ему нет Господи подай ему чтобы все прославили твое святое имя. Он отвечал говорю я тебе что настоящее его положение хорошо для него. Если же непременно хочешь чтобы я подал ему то согласишься ли взять на себя ручательство о душе его что он спасет ее при умножении имения его. При таком условии я подам его. В то время как я говорил это увидел себя стоящим в храме святого воскресения в Иерусалиме. Там увидел я священно лепного отрока который сидел на камне и в логе стоял по правой стороне его. Вот так приказал одному из предстоявших ему подозвать меня к себе. Когда я приблизился он сказал мне ты ли поручившийся за и в логе предстоявшие сказали точно так владыка он отрок сказал взыщу с тебя поручительство твое. Я сказал взыщи владыка с меня только умнож имение его. После этого я увидел что некие два начали влагать в недра и в логе великое множество золота и чем более они влагали тем недра более вмещали. Проснувшись я понял что я услышан и прославил Бога. В это время в логе вышедший однажды на обычную работу ударил в камень и услышал что в камне была пустота. Он повторил удар от которого образовалось небольшое отверстие. Он ударил в третий раз и открылась значительная пустота наполненная золотом. Объятый ужасом он сказал сам себе что мне делать не знаю если возьму золото в дом и услышит правитель похитит клад себе а меня подвергнет напасти однако возьму золото и сложу в таком месте в котором никто не узнает о нем. Он купил валов будто бы для перевозки камней и ночью с великой осторожности перевез золото к себе в дом. Доброе дело странно приимства которое он доселе исполнял ежедневно было оставлено им. Он нанял корабль и прибыл в Константинополь там царствовал тогда Иустин дядя Иустинянов и в логе дал много золота царю и вельможам его получил сан епарха и купил себе великолепные палаты которые доселе называются египетскими. По прошествии двух лет опять вижу во сне священолепного отрока виденного мой прежде во святом храме воскресения и сказал я сам себе где и в логе по прошествии краткого времени вижу что и в логе сгоняет от лица отрока и некоторый эфиоп увлекает его проснувшись я сказал сам себе увы мне грешному что сделал я погубил душу мою пошел я в то селение где прережил и в логе как бы для продажи моего рукоделия пришедший в селение я ожидал что придет и в логе и по обычаю ведет меня в дом свой но никто не пришел и не пригласил меня я встал и увидев некоторую старецу просил ее принести мне немного хлеба потому что в тот день я еще не ел она поспешно пошла и принесла мне хлеба и вареной пищи и севши возле меня начала говорить мне духовные назидательные слова неполезно тебе говорила она выходить в мирские селения разве ты не знаешь что монашеская жизнь нуждается в удалении от молвы и много другого полезного она сказала мне я возразил ей ведь я пришел продать рукоделие мое она сказала на это хотя ты и пришел для продажи рукоделия но не должен был оставаться в селении до такой глубокой ночи я отвечал да да потом спросил я ее скажи мне мать нет ли в этом селении кого-либо боящегося бога и принимающего странных она вздохнув сказала мне о отец и владыка имели мы здесь каменотеса очень милостиво к странным но бог видя добродетель его излил у него щедроты своих слышим о нем что он теперь в Константинополе и сделался знатным человеком услышав это я сказал сам себе я сделал это убийство немедленно пошел я в Александрию сел в корабль и прибыл в Константинополь там я стал расспрашивать где египетские палаты и как мне найти их рассказали мне это я пошел и сел у ворот дома Евлогии ожидая выхода вельможи вижу вышел он с великой гордостью я возвал к нему помилуй меня имея нечто сказать тебе он не только не захотел взглянуть на меня но и приказал рабам своим бить меня я поспешно перешел на другое место мимо которого должно было идти ему и опять воззвал к нему он опять приказал бить меня больше прежнего таким образом я провел четыре недели перед вратами дома его обуреваемой снегом и дождем и не мог беседовать с ним из не мог что я ушел оттуда повергся перед образом Господа нашего Иисуса Христа и молился со слезами говоря Господи разреши меня обторуки за этого человека иначе я оставлю монашество и пойду в мир когда я говорил это мыслью взремнулось мне и вот слышу необыкновенное смятение и голос идет царица впереди ушли полки тысячи тысячи тьмы тем народа я я возвал к ней помилуй меня владычица она остановилась и сказала чего ты хочешь я отвечал я поручился за невлоги ни парха повели чтобы я был уволен от этой поруки она сказала я не нахожу не вхожу в это дело удовлетвори как хочешь своему поручительству проснувшись я сказал себе если мне придется и умереть не отступлю от врат и влоги пока не улучшу возможности побеседовать с ним опять пошел я ко вратам его и когда он хотел выйти я воззвал к нему опять тогда подбежал ко мне один из рабов его и нанес мне столько ударов что сокрушил все тело мое пришедши в совершенно недоумение и уныние я сказал себе возвращусь в скит если угодно Богу то он судьбами своими ведомыми ему одному и спасет и влоги я пошел искать и нашел корабль которому должно было пруть в Александрию вошел я в этот корабль и от скорби упал как мертвый в этом положении я задремал и вижу себя в храме святого воскресения вижу опять священолепного отрока который сидел на камне честного гроба отрока возрел на меня гневно от этого как бы окаменелось сердце мое и я не мог отворить уст моих и сказал мне отрока что ж что ж ты не действуешь по поручительству твоему он повелел двум предстоявших ему повесить меня и били они меня довольно приговаривая не начинай дело превышающего твои меры не притирайся с богом не стужай божеству от страха я не мог отворить уст моих когда я еще висел услышался голос царица идет увидев его я несколько ободрился и сказал ей тихим голосом владычица мира помилуй меня она спросила как и в первый раз чего ты хочешь я сказал я повешен здесь за поручительство мое заеблогие она сказала мне я умолю за тебя и видел я что она подошла к отроку и начала целовать ноги его отрок сказал мне спреть ты будешь ли делать этого не буду владыка отвечал я молился я и в логе желая лучшего владыка я согрешил прости меня и повели разрешить он сказал мне иди в телью твою и уже не заботься о и в логе которого я возвращу к его прежнему добродетельному жительству способом неизвестным я проснулся неизреченно радостным избавившись от такого поручительства и благодарил бога и пресвятую владычество богоматерь по прошествии трех месяцев дошел до меня слух что царь Юстин умер что вместо его воцарился новый царь который поднял гонения на вельмож умершего царя на ипатов и десикратов и на моего ивлоги ипарха двое из этих вельмож были убиты имение их разграблено равно как и богатство ивлоги сам же он бежал из Константинополя ночью потому что царь велел искать его и убить там где найдут ивлоги переменил одежду на себе облегшись такую какую он носил прежде в дни убожества своего возвратился на прежнее место жительства своего стекли к нему поселяне желая видеть его и говорили ему мы слышали о тебе что ты сделался вельможи он отвечал если б я возведен был в сан вельможи то вы бы не увидели меня здесь вы слышали о каком-то другом а я ходил для поклонения к святым местам опомнившись от упоения суетой мира ивлоги говорил сам себе смиренные ивлоги встань примись за твои орудия и пойди на работу здесь не Константинополь иначе пожалуй снимут с тебя голову он взял орудие ремесла своего пришел к камню в котором прежде нашел имение полагая что вторичие найдет подобное ударил он в камень до самого полудня и не нашел ничего вспомнились тогда ему обилие язв и наслаждений которые он имел живя в палатах в обольщении и гордости мира сего при этом опять говорил он себе встань работай здесь Египет мало по малу святой отрок и святая владычица наша привели его в прежнее благочестивое устроение праведный бог не забыл прежнего добродетельного жительства его по прошествии нескольких лет я пошел опять в это селение при наступлении вечера Евлогий пригласил меня в дом свой по прежнему обычаю своему едва я увидел его как вздохнул из глубины сердца прослезился и сказал яко возвелищишеся дела твои господи все сотворил премудростью кто бог великий как бог наш воздвигающий от земли нищих и от гноища возносящий убогих владыка господи чудеса твоей судьбы твоих кто может исповедать я грешник начал уже погибать едва не вселилась в ад душа моя и в логе взял воду и умыл ноги мои по обычаю приложил и трапезу по окончании ужина я спросил у него как поживаешь брат он отвечал мне молись за меня отец потому что я человек грешный у меня нет никакого имущества я сказал ему на это о если б ты не имел и того который имел почему такава и владыка возразил он разве я чем нибудь соблазнил тебя тогда поведал я ему все случившееся и мы плакали вместе потом он сказал мне молись мне чтобы я исправился хотя отныне и сказал я ему истинно говорю тебе брат не ожидай получить имение большее того которое имеешь будешь получать по одной золотой монете на день это даровал ему бог на дневное содержание вот чадо я сказал тебе как зная его а ты не пересказывай этого никому ученик сохранил в тайне события до смерти святого царства должно удивляться человеколюбивому смотрению о нас бога в короткое время бог вознес евлогия на такую высоту и опять смирил его в душевной пользе его помолимся и мы чтобы нам даровано было смириться в страхе господа нашего иисуса христа чтобы получить милость на страшном суде его молитвами пресвятой богородицы и преснодеву Марии и всех святых поведали о видеоскоре следующее он безмолвствия в келье оплакивал себя ученик его жил в другой келье когда ученик приходил к старцу и заставал его плачущим то спрашивал отец о чем ты плачешь старец отвечал плачу о грехах моих ученик возражал ты не имеешь грехов старец отвечал будь уверен сын мой если б я видел все грехи мои то мой собственный плач оказался бы недостаточным я понуждался бы во многих помощниках чтобы оплакать их как должно а водя скор говорил если мы обличемся небесной одеждой то не окажемся на ими если не будет на нас этого одеяния что сделается с нами братья мы услышим грозный глаз повелевающий возьмите его и верните во тьму кромешную обымет нас великий стыд если мы носи столько времени святой иноческий образ окажемся в час нужды не имеющими брачного одеяния о как будем тогда раскаивать пресс пресс свитер фивоидский диаскор говорил монахам находившимся под его руководством подобает монаху вознестись превыше естественного закона чтобы в нем не обреталась ни малейшей плоской скверны он должен обуздать плоть свою не допуская ей излишества в пище он должен сушить плоть свою в противном случае она будет увлекать его вожделением своим монах отнюдь не должен иметь сладострастного вожделения он должен быть чужд ощущения мирских людей часто видим что и миряне воздерживаются от пищи для здоровья телесного и по другим причинам тем более монах должен озаботиться о доставлении духовного здравия уму и сердцу а в аду логоворил если враг будет внушать нам чтобы мы оставили безмолвие то не послушаем его потому что никакой подвиг не может сравниться с пребыванием в безмолвии и пощении после безмолвия в совокупности своей противоборствует врагу и доставляет душевным очам остроту зрения святой Епифаний архиепископ Кипрский был родом из Финики происхождением и верой иудеи в детстве лишился он родителей сперва отца потом матери принял христианство вместе с сестрой своей калитропией и вступил в монастырь будущие 16 лет от роду калитропия также уневестилась к Христу в лике инокинь братство монастыря в котором святой Епифаний принял монашество состояло из 10 монахов настоятельствовал над ними преподобный Лукьян муж духоносный также между братьями были мужи исполненные благодати Божией в обществе такого братства по таким руководствам избранный сосуд Епифаний скоро достиг духовного преуспеяния которое впоследствии развелось в нем в необыкновенном обилии братья занимались переписыванием священных книг этим рукоделием они содержали себя и обитель рукоделие это имело и свою духовную цель это ясно из писаний и многих изречений святого Епифания он говорил незнание писания великая стремнина и глубокая пропасть он говорил незнание божественных законов великое предательство своего спасения он говорил чтение писания великая защита от греха он говорил приобретение христианских книг для имеющих средств к такому приобретению необходимо одно зрение этих книг останавливает в нас стремление к греху возбуждает в нас стремление к добродетели так высказывались понятия и ощущения родившиеся от келейного занятия которое совершалось в духовном разуме и с целью преимущественно духовную извещал блаженной памяти Епифания епископа кипрского игумена монастыря его в Палестине мы не оставляем твоего правила и тщательно отправляем богослужения в 3 6 9 час и вечером он в ответ повелел сказать ему из этого следует что в прочие часы вы пребываете без молитвы но истинному монаху подобает непрестанно молиться и петь в сердце своем святой Епифаний прежде возведения своего сан епископа основал монастырь в Палестине и был настоятелем его несмотря на то что монастырь находился в глубокой пустыне множество посетителей отовсюду стекалось в него они привлекались обильным даром чудотворения и прочими духовными дарами которыми Богу угодно было украсить своего угодника это вынудило Епифания нередко удаляться из монастыря своего и на продолжительное время при одном из таких путешествий он был занесен бурею Соломон или Констанцию город острова Кипра там в это время собор епископов занимался избранием епископа для города и по откровению свыше Хератонисал Епифания в архиепископа Констанции или всего Кипрского острова послала одна же Епифания архиепископ Кипрский Кави Илариону умоляя его прийти к себе придя для свидания приди для свидания со мной и прежде и шествия нашего из тела говорил в приглашении своем святитель Ава Иларион пришел и старцы возрадовались взаимно друг о друге когда они сидели за трапезой подана была птица епископ взяв часть ее подал Аве Илариону но старец сказал ему прости меня отец с того времени как я принял монашеский образ я не влагал того в уста мои заколотого епископ отвечал и я с того времени как принял монашеский образ не попустил чтобы кто-либо уснул имея гнев на меня Ава Иларион сказал на это прости меня отец твое жительство выше моего когда уже достиг Эпифаний глубокой старости был призван в Константинополь для участия в соборе епископов по делу святого Иоанна Златоустого видя что собор действует по увлечению страсти он лично и спросил у императора Аркадия дозволение возвратиться в Кипр при этом свидании император спросил Эпифания сколько ему лет от рода Эпифания отвечал 115 лет и 3 месяца рукоположен я во епископа когда мне было 60 лет сами епископа состою 55 лет и 3 месяца в тот же день говорит писатель жития Эпифания мы сели в корабль плывший в Кипр Эпифаний поместился в нижней части корабля и мы с ним у Эпифания было бы постоянно держать в руках Евангелие трижды вздохнул и возрыдал он раскрыв Евангелие закрыв его опять пролил слезы потом встал и помолился по совершению молитвы он опять сел там же в нижней части корабля и со слезами начал говорить нам если вы чадо мои любите меня то сохраните заповеди мои и любовь Божия пребудет в вас вы знаете через сколько огорчения прошел в этой жизни и не считал я эти огорчения огорчениями но пребывал всегда веселым возлагаясь на Бога Бог не оставлял меня но всегда сохранял от всех козней лукавого любящим Бога все содействует ко благу однажды о возлюбленные чадо мои когда я находился в пустынном месте и приносил молитву Христу чтобы он освободил меня от всех наветов противника множество демонов напало на меня они начали терзать меня и схватив за ноги влачили по земле некоторые из них нанесли мне раны так поступали они со мной в продолжении десяти дней после этого я уже не видел демона в его собственном лице во все дни жизни моей но изливал он на меня злобу свою через посредство человеков такого рода злоключения постигли меня в Синики от неистовых Симониан в Египте от нечестивых гностиков в Кипре от нечестивых Валентиниан и от других еретиков внимательно выслушайте о чадо мои слова Епифания грешника не вожделевайте денег и пошлются вам деньги в изобилии не имейте ненависти никому из человеков и Бог возлюбит вас не злословьте братья и дьявол не будет господствовать над вами возбуждением страстей ваших отвращайтесь от всех ересей как от зверей исполненных смертоносного яда об этом я предал вам в книгах называемых Панария отвращайтесь и хранитесь от похотений мира наветующих и ум и тела знаете что при посредстве этих похотений приступает к вам сатана иногда в плоти и не нарушается спокойствие но дух нетрезвящихся подвергается сквернениями когда когда же ум наш бодрствует и постоянно пребывает в памятовании Бога тогда удобно побеждаем врага таково было предсмертное наставление святого Епифания ученикам его он скончался на корабле не достиг Кипра Авва Евагри переведен к монашеской жизни особенными судьбами Божьей но он был сын пресвитера родом из Понта принадлежал к племени иверийцев грузин произведен в часа Василием великим епископом Кесарий Каппадокийской рукоположного диагона Григорием низким братом Василия сопутствовал Григория на Второй Вселенский собор в Константинополь там Григорий передал его как мужа весьма ученого блаженному нектарии епископу Константинопольскому столица начала вредно действовать на Евагрия и он избегая душепогибели наставленный видением удалился в Иерусалим там облегся выноческий образ потом ушел в Египет в Нитрийскую гору обширную пустыню населенную множеством монахов проведший в ней два года он переместился в другую пустыню именуемой Келли пятнадцать лет прибыл он в строгом подвижничестве истяжал чистоту ума удостоился даров разума премудрости и рассуждения духов он был столько бит демоном и подвергся столь многообразным опытом в борьбе с ними что этого и пересказать нелегко однажды явились ему три демона в одеяниях священнических намереваясь припираться с ним о вере один называл себя орианином другой эвномианином а третий последователем Аполлинария Ивагрия имевший духа премудрости легко победил их Ава умер пятидесяти четырех лет от роду скончал в Мале и исполнив лета долгие по изучению писания говорила Ава Ивагрий Безмолвствия в келии твоей уедини ум твой в тебе самом и вспомни одни смерти твоей усмотри умершление твое усмотри падение восприими плач возненавидь суету мира сего будь смирен во всех отношениях имей попечение о том что пребывать постоянно в стремлении к безмолвию и не впадешь в расслабление вспоминая о заключенных в Аде по мысли в каком положении находятся теперь неизвергнутые туда души в каком горьком молчании не пребывает там как они стонут ужасно в каком они страхи и мучений в каком отчаянии в какой печали в каких бесконечных слезах потом приведи себе на память день воскресения и страшный суд Христов которого одно представление воображения может привести в ужас какое смущение обымет грешников когда они будут приведены перед лицо Христа Бога предангелов архангелов и прочие силы небесные перед собранием всех человеков переведи себе на память виды вечных мук огонь неугасающий червь неумирающий мрак тарта раскрежет зубов и прочие ужасы и разнообразные муки переведи себе на память уготованное благо праведникам дерзновение их к Богу Отцу и Сыну Его Иисусу Христу предангелами архангелами всеми небесными силами и всем человеческим родом переведи себе на память небесное царство сокровище его радость и покой памятствование тобой другого да пребывает с тобою воздыхай об участи ожидающие грешников проливай слезы весь облекись всетвание страшись чтобы и тебе не подвергнуться тому же воспоминанием благо готованных праведным увеселяйся и ободряйся стремись к получению вечного блаженства и к избежанию вечного мучения не оставляйте их воспоминаний находясь и в келии твоей и вне ее содержите воспоминания непрестанно в уме твоем и чтобы хотя при помощи их избежать скверных душевредных помышлений святые отцы советую вспоминать о предметах невидимого мира воспрещают изображать их в уме мечтой предметы эти совсем не таковы какими рисуются невоображение человека плотского и страстного дозволение себе мечтательности есть отверстая дверь в области лжи этого непременного условия и начало погибели человека дозволение себе мечтательности есть отступление от истины и произвольное самообольщение но при особенном нашествии блудных помостов когда демоны усиливаются запечатлеть нас образами сладострастия допускается воображение адских слух и ужасов и вечных вечного горького молчания и вечных бесплодных стонов огня гиенского с которым как в море тонут грешники образами адских ужасов могущественно изглаждаются сладострастные образы Ава Ивагри поведал что некоторый из отцов сказал сухоедение и равномерность количества пищи при душевном расположении любовью ко всем скоро вводят монаха в пристанище бесстрастия передавал Ава Ивагри извещение некоторого старта отвергая плоткие наслаждения и для того чтобы отчесть поводы к возмущению гневом заметил я что гнев борет меня всегда по поводу наслаждения изглаждаются пять землями морковь и на тяже своего монаховского жительства Ава Ивагри перешел к вестрому старту и сказала им Ава преподай мне душоспаситель и джек ст